Передаваем веянием в хоккей на данный момент, но, к сожалению, почему-то заплатить довольно-таки приличную сумму за данный товар, да, она буквально сломалась у меня в первой же игре, понимаете, вы мне объясните, как такое может быть и в принципе... Я вас, конечно, понимаю, с вами согласен, то есть, как бы, тоже неоднократно, то есть, я тоже сам играю в хоккей, и поэтому такие моменты, то есть, вкладываешь деньги, покупаешь и, как бы... Нет, я это вас прекрасно понимаю, но, извините меня, есть определенная гарантия, правильно, на которой написано, вот на данной книге, в книжке написано, 32 гарантии, правильно, значит, если вы сотрудничаете с этим производителем, там, я не знаю, напрямую или напрямую, соответственно, вы же должны нести какую-то тоже ответственность, правильно, Не зря же это было, как бы, нанесено на клюшку, правильно, не для красного словца, не для пустого звона Я вас, конечно, понимаю... Нет, ну, вы поймите, я ухожу на лед, у меня ломается клюшка, я отдал 7000, и, понимаете, грубо говоря, я с носом, я все прекрасно понимаю, что ничто не вечно, тем более, что клюшка – это расходник, это... Понятно, что это такой, как бы, материал, который должен ломаться, но и в такие же сроки Хорошо, хорошо, успокойтесь, то есть, я вам сейчас расскажу все специфику То есть, клюшка – это, как бы, расходный материал, вот, если бы мы напрямую с заводом, как бы, сотрудничество здесь есть, то у нас какие-то были бы обязательства, мы могли бы вас бы принять, то есть, соответственно... Секунду, но вы продаете, мы продаем этот товар, значит, так или иначе, вы должны отвечать за то, что на нем написано Графа – гарантия – 30 дней, ты что на этот счет узнаешь? Соответственно, если есть гарантия, если клюшка ломается, то, соответственно, должно быть хорошо Немооценный экзамен... Вообще, у нас, как бы, не встречается браков, то есть, как бы, вы пришли, я вас, конечно, понимаю Я пока о браке не веду речи Ну, клюшка сама у нас? Да Вот, я говорю, что, может быть, какой-то брак и микротрещина опять попался Это, как бы, не исключено Ну, а почему это перекладывается на мои плечи? Согласен, то есть, давайте, как бы, эту проблему решим, как бы, совсем по-другому Можно взять клюшку, то есть, как бы, если, действительно, мы сотрудничаем с заводом Пошлем на экспертизу, если, действительно, там, какой-то сильный дефект был И, как бы, от первых шансов она сломалась По срокам и по времени Сколько долговечная экспертиза и сколько мне ждать Потом, в результате ее, что я должен от вас, собственно говоря, получить Ту же самую плюшку или возврат денег То есть, как бы, я хочу рассказать о ситуации Если, как бы, если установится факт, что плюшка, действительно, будет То это все будет делаться в ближайшее время То есть, как бы, вы и так очень много потратите, как бы, сил Ну, да, я тут морально сама скажу Все понятно, мы сделаем это все как можно быстрее То есть, как бы, эту все Проблема решить Или мы сдадим вам вообще деньгами Или вам поменяем плюшку Но, как бы, по большому счету, мы можем и, как бы, и другой товар предложить Если, как бы... То есть, эту проблему мы решим В ближайшее время То есть, система взаимозачетов, да? Да Ну, ладно В принципе, конечно, ругаться не хотелось Но спасибо вам за ваше обещение Надеюсь, что оно не останется просто обещением Я думаю, что вы не переживаете Я думаю, что все разрешится, все будет хорошо Ну, ладно, хорошо 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 Посмотрим, посмотрим, да? Да, да Спасибо большое Итак, что заметили? Что делал продавец, да? В самом начале? Он не смотрит, что ли он послушал До конца ли он послушал? Нет Не до конца То есть, перебил в какой-то момент, сказал Да, я вас понимаю, да? Ну, что, какую-то свою речь Реакция клиента Еще больше Да Нифига не понимаете Во весь свой рост Отлично Я вам более громко расскажу, что у меня случилось В какой момент ситуация пошла в пользу продавца? Когда клиент сказал, да, в общем-то Я готов рассказать вам, что у меня случилось Я принимаю ваш способ решения Помните? Была одна фраза продавца, о которой он сказал Я тоже была с хоккеем И тоже была в такой ситуации, что это ничего не лично Это деревяшка Это тоже вошел Который встал на его место То есть, я тоже играю Ну, встал, что он был в такой же стране Да, в том же плане Я не один, не одиноко А что вы говорите При обращении его даже, пускай, в эту же фирму Оказался человек, который попал в то, что уже стоит Как приедет Да Это первое То есть, это снизило немножко накал Вот, но до конца не убрало опыта Снизило Да, но до конца не убрало Да Потому что клиент говорил Ну, ладно, я вам о себе Я о себе расскажу Да Когда продавец сказал Ну, мне очень жаль, на самом деле Что вы попали в такую ситуацию Слово жаль В этот момент реакция клиента Он говорит Да, ну, наконец-то меня поняли Он обращается уже не только к продавцу А к окружающим Вот, это то, чего он ожидал Чтоб его пожилили Вошли в его ситуацию И ключевое понятие здесь То, что клиент ничего против продавца лично не имеет Да У него претензия к системе Да, к системе магазина А продавец такой же человек И когда он сказал, что да, я был в такой же ситуации Вот, с этого как раз и начинается перевод уже на конструктивные рельсы решения проблемы По правилу ваша сторона Гладкая А мы клюшки не принимаем Угу То есть мы гарантии такую не даем Ну, потому что Есть и есть В первый день Это может, как мы Клиенту Говорим Нет, мы поменять клюшку не можем Это еще вот Такая большая ситуация Там производители Да Потому что он начал говорить про дороги И Ну, там баллоска на детстве Нет, если я не ошибаюсь Как вот у покупателя Да, в течение двух недель действовал Действительно Чек, да? Но не в течение месяца Нет, там на клюшке Наверное Действительно Но здесь Я почему не стал акцентировать Знаете, я вас здесь несколько дней назад Вот, вот, я сделала клюшечку А она у меня прям Алло сломалось То есть я, в общем-то Две недели еще не прошло А товары бракованы И что там Я вообще понятия не имею В общем-то Здесь Вот Такая ситуация Я хотела, чтобы мне Отдали клюшку новую Но Так дела не пойдут вообще Какие-то Бракованные Что-то у вас такое Непонятное И не один уже человек Жаловался на ваш магазин Что у нас И в команде Еще одна такая Штушка сломалась То есть я К вам сейчас Вы вызывайте меня До руководителя Я к вам предъявляю Вообще Очень сильные претензии Не было бы этому Нет, ну конечно Мы ваши претензии Конечно Выслушаем Суть в том Я просто вас хочу поправить Что мы торгуем Лицензированным товаром Вот И Повторяюсь Скажешь Что действительно Клюшка Это такой расходник В результате которого Нельзя никакие прогнозы строить Устаните тоже правильно Но она же не может Выдержать два дня И сразу же Полететь Я понимаю Если там гонек на нем Наступил А то щелкнул Это же мне Взрослый Человек Какая ребенок Я прекрасно Понимаю Ваше разочарование Но Понимаете Какой вид спорта В котором Прогнозировать Что касается Клюшек Очень сложно Очень сложно Вот Повторяется Что происходит Что происходит Смотрите Да Услышали Как клиент Пришел Знаете У меня Проблема С клюшкой Позовите мне На счастье Через 2 минуты Что такое В чем дело Слышит ли вас Нет Он не слышит Что он делает Да Объясни Чтобы Потом мне это дело Объяснить Мне как бы Я вроде Высушил Я пользуюсь паузой А мне да Мне же не дают Да Смотрите Что происходит Клиент говорит У меня проблема Он говорит Да Я понимаю А теперь Давайте я просто